ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Через несколько дней в России стартует продажа нового китайского кроссовера GAC GS5. Пятиместный автомобиль будет стоить от полутора до двух миллионов рублей. Оснащается он полуторалитровым бензиновым турбированным мотором мощностью 137 лошадиных сил. Трансмиссия, шестиступенчатый автомат, привод передний. В списке оборудование, цифровая приборная панель, мультимедийная система, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон. ТРАССА 101 За последние пять лет цены на новые автомобили в нашей стране выросли в среднем на 40%. Почитайте, стали ли вы на 40% больше получать. Причем порядка 10% автомобилей набрали только за последний год. Средняя стоимость новой машины, по данным аналитиков, сейчас находится в районе 1 миллиона 700 тысяч рублей. Основные бренды, добавлю, поднимали цены на авто в этом году уже несколько раз. ТРАССА 101 Зарубежные эксперты составили список автомобилей, которые отличаются особой долговечностью. Намотать на них можно не одну сотню тысяч километров и не переживать, что машине уже очень много лет. Специалисты уверяют, что учитывали отзывы и самих владельцев авто, и автослесарей. В тройку лидеров попали Subaru Forester, Ford Fusion и Toyota Corolla. Далее идут Audi TT и Audi A6. Не обошлось в перечне без Toyota RAV4, Honda CR-V и Toyota Camry. ТРАССА 101 Больше всего на дороге меня раздражают водители, которые едут сзади впритык и моргают фарами. Так ответили почти 80% автомобилистов. Опрос, правда, проводился не в России, а в Германии. На втором месте оказался такой раздражающий фактор, как уткнувшийся в смартфон водитель. На третьем – внезапный поворот впереди движущейся машины или смена полосы без предупреждения. Что интересно, впервые в этом году немецкие автопладельцы назвали в качестве серьезной помехи людей на электросамокатах. ТРАССА 101 Новое наказание придумали за небольшое превышение скорости в Эстонии. Это не денежное взыскание, не общественные работы, а так называемая успокоительная остановка. То есть нарушителю придется стоять на обочине или на специальной площадке в течение 45 минут. Стоять и все без штрафа. Как это объясняется? Ну, видимо, эстонские водители, нарушая скоростной режим, тоже объясняют это тем, что, мол, торопился, опаздывал, а тут в любом случае уже не успеешь. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Субтитры создавал DimaTorzok